Здравствуйте, дорогие зрители. Мы сегодня будем с вами говорить об образе дома в русской культуре 20-х, 1920-1940-х годов. Как всегда в нашей работе принимает участие и помогает нам Елизавета Меркулова. Здравствуйте. И мы продолжим разговор о записках княгини Урусовой. И прежде чем непосредственно проследить ту историю дома, которую она отражает в своих записках, мне бы хотелось охарактеризовать, собственно, сам источник. Дело в том, что, обращаясь к запискам княгини Урусовой, которые она писала уже за границей, мы имеем дело не только с историей дома, ее собственного дома, история и судьба, которая была очень драматичной, я бы сказала, трагичной. Но, как вы увидите впоследствии, она поднимает вопросы, связанные, собственно, с домостроением, государственным, семейным, духовным 1920-х, 1940-х годов, потому что она, собственно, ее записки касаются же именно этого части жизни ее в России. Почему до этого рубежа, об этом тоже мы будем говорить. И таким образом, здесь мы прослеживаем не только историю ее семьи, но и историю, действительно, дома в том самом широком смысле слова, которое складывалось традиционно в русской культуре. Дом как определенное устроение семьи, государства, как частной жизни, так и социальной жизни. Ну и я напомню только нашим зрителям, что мы кончили ее записки на том моменте, когда из Ярославля княгиня Урусова вместе со своими детьми перебирается в Сергиев Посад. В город, в который стекалось в это время множество самого разного народа, того народа, который обычно называли бывшие. Бывшие дворяне, бывшие монахи, бывшие и настоящие, бывшая интеллигенция и так далее. И вот почему княгиня Урусова оказалась в Сергиеве Посаде, здесь причина еще и географическая. Она жила с детьми и мужем в Ярославле. И Ярославль находился и находится на прямой железнодорожной ветке. И поэтому здесь действительно ей было как-то естественнее переправиться прежде всего в Сергиев Посад. Но эта переправа в Сергиев Посад была очень драматична сама по себе, потому что она ехала тайно. Для того, чтобы переехать из одного города в другой, надо было брать разрешение ЧК. Особенно тем самым бывшим людям, которым она принадлежала. Княгиня Урусова была представительница одной из знаменитых фамилий. И более того, напомню опять-таки нашим зрителям, что был Ярославский мятеж. Ярославский мятеж, в котором ее дети не участвовали. Но власти вполне могли предположить, что дети ее, офицеры, старшие дети, были участниками этого мятежа. И поэтому она уезжала из Ярославля тайно и переправлялась так, что сначала муж вместе с домработницей, которая их не хотела покинуть, и с коровой двинулись своим путем. А она с детьми договорилась и села в товарный вагон и ехала тайно до Сергиева Посада. И вот когда она оказывается в Сергиеве Посаде, то ее поражает, во что превратился этот город совсем недавно, еще прекрасный, и о котором она помнила. Ну, с чем она занималась в Сергиеве Посаде? Прежде всего, где они жили. Никаких квартир, ничего этого не было. И они поселились сначала на балконе, заброшенном балконе оставленного дома. Оставленного дома тоже деталь сама по себе очень символичная. В Петербурге, Петрограде, Москве, Сергиеве Посаде, в разных городах того времени, и разных, как географических, так и по своей социальной значимости, оставлялись дома, люди сбегали. Существует воспоминание одного из очевидцев того времени, как в Петербурге прекрасные квартиры, выходящие окнами на Невский, стояли пустыми и мерзли через вот эти прекрасные открытые окна. Потому что люди уезжали, люди бросали все. И вот в одном из таком домиков поселилась княгиня Урусова со своими детьми. Без каких-либо вообще средств к существованию. Потому что все, что она оставила, а было это достаточно много, сгорело во время пожара Ярославского мятежа. И она, прежде чем переехать в Сергиев Посад, она научилась шить кожаную обувь. Вообще, когда читаешь эти записки, то поражаешься тому, что вот эта женщина, княгиня, урожденная из Томина, чьи дома были в центре Москвы, чей дом был в центре Москвы, в Борисоглебском переулке, чья сестра была Фриэлиной, императрицей. Женщина из родовитой очень фамилии, она умела все. Она, причем умела все не по воспитанию, как вы понимаете, но она научилась очень многому. И вот этот миф о никчемности представителей дворянства, и в частности, определенная такая тенденция в самой дореволюционной среде изображать этих людей неспособными к делу. И это, с одной стороны, действительно имело место быть. И если вы помните вот эту тургеневскую безмятежность представителей либеральной интеллигенции, которую высмеивал Блок в возмездии, она имела место быть. Но вот с другой стороны было и совсем другое. Вот то же самое дворянство было очень жизнеспособным. Определенный у представителей к которым относилась и княгиня Урусова. И прежде чем ехать в церкви в посад, она, оставшись без средств существования, имея пять, у нее было семь детей, двое взрослых юношей, пятеро детей, которые не могут еще о себе позаботиться, она поняла, что ей не на кого, не на что рассчитывать. Она научилась шить кожаную обувь. И более того, она вспоминает, что это было для нее и физически очень тяжело, потому что у нее болели плечи от затяжки. Но тем не менее. И вот из Москвы приезжает муж, собственно, они раньше приезжаются до коровой. Корову тоже взяли, явно понимая, на что они едут. И селятся они на балконе забытого дома. Потом находятся, у них для них и комнатка, но ее вызывают в ЧК, о чем мы уже говорили, и требуют, чтобы она привезла подписку о том, что ее дети не участвовали в ярославском мятеже. И тогда еще, может быть, ей разрешат жить в сергевом посаде. И вот этот эпизод я вам приводила, но я хочу остановиться здесь на описании того, как она увидела Троицу Сергиеву Лавру, а именно монастырскую гостиницу. В ту монастырскую гостиницу, где ее возили в возрасте 80 лет, маленькой девочкой, для того, чтобы говеть и причаститься у преподобного Сергия. В голове моей промелькнуло одно из лучших воспоминаний жизни. Когда во времена раннего детства, в возрасте 80 лет, мать моя, любившая говеть в лавре, брала мою сестру годом старше меня и меня с собой. Вспомнился мне безупречно чистый номер гостиницы. Отец гостинник, старик, почтенный монах, послушники, приносившие чай, и не в чайнике или кастрюльке, как теперь оставили на стол шипящий блестящий самовар. Вспомнился ночь, когда все казалось святым, и монахи, и самовар, и лампадочки, и даже тюлевые занавески на окнах. Вспомнилось то таинственное и важное ожидание исповеди в полуосвященном соборе у раки преподобного Сергия после всеночной. Ожидание в легком сне первого удара колокола крайне обедни, стук монаха в дверь, чтобы разбудить нас. А мы уже давно не спали и надевали с особым сознанием благоговения новенькие платьица. Небо еще звездное, мерная тишина, нарушаемая только мерными ударами чудного ларвского колокола. Все это непередаваемо словами. Детская душа была поглощена сознанием страха и любви перед ожиданием святого причастия. Затем вспомнились горячие просфорки, игрушки, купленные под воротами, лавры, крестики, образки, поясочки с молитвами. Все это как луч света, покрывшими черными точами. Она вместо вот этой монастырской гостиницы видит заплеванный пол и, собственно, вот ту самую мерзость запустения, которая особенно поражает в святых местах. Пол был заплен весь шелухой, грязными бумажками. И мало этого, приходилось выбирать места, чтобы не запачкать обуви. В номере, куда меня привели, было то же самое. И вот ее воспоминания о лавре, они не такие подробные, как воспоминания Семиверховцевых, о которых мы уже говорили. Но здесь, несомненно, чувствуется потеря старого уклада и полное разорение того, что было свято. Ну и потом, напомните нашим зрителям сюжет, она чудесным образом получает документ о том, что ее дети не участвовали в восстании, были в это время в другом месте. Она дает, говорит в ЧК, что ее дети не причастны, что так и есть, ей верят. Она остается, провожает двух старших детей в Белую армию и остается в Сергиевом Посаде с маленькими детьми и с мужем и с этой самой коровой. Вы знаете, Татьяна Игоревна, я когда читала как раз описание вот этого куска ее периода жизни в Сергиевом Посаде, меня поразила способность выжить. Действительно очень распространено мнение, что купечество было более приспособлено к жизни. И, наверное, в общем-то, это где-то и было так, по крайней мере, до революции. Мне кажется, княгиня Наталья Урусова – это некое исключение, тем более не просто дворянка, а княгиня, да еще и семья, которая приближена к двору. В самом Сергиевом Посаде она зарабатывала тем, что шила обувь. Ее подруга подарила ей огромный однотканный ковер. И вот из этого ковра, это же надо было еще суметь вырезать, шить, это же очень тяжелый материал, плотный, княгиня шила обувь. Своё последнее одеяло она пустила на чепчики для детей, опять же, чтобы хоть как-то прокормить семью. А вот с коровой, на которую, собственно говоря, и возлагались все надежды в начале, пришлось расстаться, потому что для самой коровы еды уже не было. И вот, кажется, человек уже полностью находится на грани и нищеты, и, в общем-то, на грани смерти, потому что на ее руках пятеро детей. При этом все они очень маленькие, старшие дочери, 17 лет. И еще прислуга Грушев, единственная помощница, единственный верный человек, который остался. И как раз вот в такие тяжелейшие периоды жизни с княгиней Натальей Урусовой происходят такие события, которые, в общем-то, по-другому, чем чудо, назвать нельзя. И которые сама она воспринимает именно как знак свыше, как знак того, что ее Господь не оставил, и какие-то дают силы продолжать бороться за свое дальнейшее существование. Дело в том, что, чтобы хоть как-то выменить себе вот эти ботинки на еду, княгиня вынуждена была ходить в другую деревню. И когда она один раз пошла вместе с Грушей, они попали в метель. Причем метель началась такая, что ничего не было видно. Даже очертания зданий пропали. А я уж не говорю о том, что дороги вообще не было видно. И прошел не один час, когда княгиня поняла, что силы ее оставили, и она начинает засыпать. Видите, от холода люди засыпают. И она упала в снег. И вот, как она вспоминает, я коченела и чувствовала, что скоро не в состоянии буду бороться со снежной стихией. Я стала засыпать и сказала Груша, ты молодая и сильная, может, и выберешься. А я больше не имею сил. Передай детям мое благословение. Вот это, кажется, уже полный такой конец. Все, точка. И в эту секунду, как она сама пишет, случилось чудное и необычайное. Они услышали звон колокола. Оказалось, что рядом была церковь. И вот на звон колокола они с грушей и выбрались, причем буквально на ощупь, нащупав стены этого храма. А там их встретил сторож и сказал им, что он специально, у него есть такой обычай, когда начинается метель, звонить в колокол. Вот и вас Господь привел, и вы спаслись благодаря моему колоколу. Вот такие его слова. Конечно же, вот такие знаки явной милости, безусловно, поддерживали княгиню Наталью Урусову. Но, Татьяна Игоревна, вы упоминали, что Сергиев Посад – это особый город, где жили бывшие. И действительно, там подобралась своя группа людей. Там жил граф Алсуфьев, в общем-то, близкий и по происхождению княгини, и по воспитанию, и по внутреннему устроению. Но подружилась она и с начальником железнодорожной станции. Вот, кажется, такое неожиданное и странное сближение. А вот в годы революции таких сближений было немало. И начальник станции рассказал ей очень интересную вещь. И вещь, которая много проясняет в отношении к царю. Какое же было отношение к царю у простого человека и у княгини. Он рассказал следующее, что один раз на станции остановился, когда он был еще начальником на другой станции по Архангельской дороге, остановился поезд. Оттуда вышел офицер, царский офицер, и приказал всем отвернуться спиной. А на станции тогда было пять человек. Он сказал это таким тоном, что не послушаться его было нельзя. И при этом прибавил, что те, кто повернутся раньше, чем через пять минут, будут расстреляны. Но когда он, автор воспоминаний, начальник станции, оборачивался, он увидел сзади еще один вагон первого класса. И на подножке стоял мальчик, похожий по фигуре, по росту, на наследника. И рядом с ним какой-то матрос. А известно, что у наследника, так как он очень болел, был дядька, как его называли, дядька-опикун. И вот только один этот факт, что некая фигура, подобная на цесаревича, уже стала надеждой для этого человека. А на следующий день в газетах напечатали, что царя убили. И вот кажется, ну, понятно, да, что царя нет, но все равно, все равно он продолжал верить. И поверила ему и княгиня Наталья Урусова. Вот мне кажется, уже одно это, то, что цеплялись даже за какую-то малейшую надежду, просто за знакомое очертание свидетельствует о том, насколько люди, часть людей, конечно, не все, любили царя и насколько он был необходим. Потому что, в общем-то, именно за необходимостью вот так будешь цепляться даже, в общем-то, за какую-то такую призрачную надежду. Надежду, конечно. И в том же Сергиевом посаде, как я уже упоминала, княгиня познакомилась с графом Алсуфьевым. В то время он хранил все рукописи Троицы Сергиевой Лавры, все документы, драгоценности. И один раз он принес княгине какой-то желтый уже старый листок и говорит, я храню это, как зеницовка, прочтите. Когда княгиня развернула, это оказалась запись предсказания Серафима Саровского, написанная его же собственной рукой. Эта запись до нас не дошла. И княгиня вспоминает то, что там были предсказания как раз вот о тех революционных годах, о военном времени. И указывалась дата, когда кончатся все эти испытания. И княгиня пишет, я не могла себе простить того, что я не переписала. Но дата была настолько отдаленной, а хотелось избавления сейчас, немедленно, что она не запомнила. И в общем-то бумаги это не сохранилось, мы не знаем, что было в ней точно. А год был назван, как она старалась вспомнить, 47-й. А воспоминания она писала в 46-м году. И незадолго до этого она эмигрировала. То есть для нее, в общем-то, избавление наступило несколько раньше. Вот тоже такие пересечения жизненные, когда вдруг рукописи человека святой жизни, Серафима Саровского, те рукописи, которые можно было бы увидеть, кажется, только вообще не увидеть людям. Вот в страшные революционные годы вдруг это все становится открытым. Вот накал, как мне, вот я читала эти воспоминания, мне показалось такой накал страданий, но в то же время и какие-то необыкновенные чудесные явления. Необыкновенные... Встречка каких-то необыкновенных. Да, избавления. Другой пример более бытовой, это письма Серафима Саровского, спасение жизни. Это, конечно, это действительно чудо. Но были и какие-то более мелкие бытовые ее примеры, ее, опять же, чудесных вот таких... Я просто перебью, хочу нашим зрителям показать ее молодую совсем с ее сестрой. Перед вами справа сестра, княгиня Урусовой, рожденная Стоминой, а слева она сама до своего замужества. Да, конечно, это совсем другая жизнь, вы можете видеть. Вот такое было начало, и, конечно, уже совсем другая судьба ее семьи, ее собственных детей. А это как раз семейная уже фотография, она со своим мужем накануне венчания. Ну, вернемся к тем революционным годам, к Сергиеву Посаду. И в семье было принято, и не просто принято, это было не обычай, а именно внутреннее устроение, ходить в церковь и праздники, Пасху, Рождество встречать не просто там хорошим столом, а именно в церкви. И на Страстной неделе, когда стали хоть как-то готовиться к Пасхе, княгиня обнаружила, что у ее детей из-за того, что не было гребешков причесываться, завелись насекомые у княжеских детей. А волосы были очень длинные, красивые. И она говорит, девочки, что же делать, надо волосы отрезать. И они заплакали. Ну, княгине ничего не оставалось, это, конечно, понятно. И вдруг она говорит, у меня влечет какая-то неодолимая сила пойти в скидскую церковь. А это далеко. И дети говорят, мамочка, да как же мы без тебя останемся? Они все ее очень любили. Да, да. И они привыкли вместе ходить в церковь. Опять же, очень необычно для нашего современного сознания, потому что обязательно вся семья должна быть в церкви, и все вместе. И дети даже не, ну, они остались няней, они не боялись, они просто не могли себе представить, как же они будут встречать эти святые дни без своей матери. Она говорит, до этого я никогда их не оставляла одних. А тут вот мне влечет какая-то неведомая сила. И она пошла. Идти надо было очень далеко, поздно вечером. И пошла она в скидскую церковь Черниговской Божьей Матери. Церковь эта находилась под землей. Причем тоже скид это вообще место закрытое. Если Троица Сергия Валавра, она всем известна, это место всеобщего поклонения, там всегда, в общем-то, толпы народа, то скид это всегда место уединенное. Совсем не все туда допускались, и даже и сейчас не все знают, какие скид и есть. Церковь находилась под землей, надо было спуститься на 12 ступеней вниз. И искусственного никакого освещения не было. Горели только лампады. Причем лампад было множество, потому что Черниговская икона Божьей Матери была почитаема во всей России. И она видит строгие лица монаха, встроенные песнопения. И, как она вспоминала, никто не знал мои горести, мои печали. Никто не знал, что моим девочкам придется отрезать волосы. И она стояла, и все это рассказывала как-то внутренне, в молитве Божьей Матери. Служба была очень долгая, она закончилась в 12 часов ночи. И княгиня осталась, вот последняя выходила из храма, прикладывалась к иконе, и она вспоминает, вдруг я чувствую какое-то ко мне прикосновение к плечу. Я оборачиваюсь, вижу, монах протягивает мне и говорит, вам не надо. Я говорю, что это? И он протягивает ближе гребень. И она вот буквально замерла, она говорит, у меня нет денег. Она говорит, а мне денег и не надо. Княгиня берет гребень, и она только хочет его поблагодарить. Он выходит, она за ним, и он тут же исчезает. Вот, опять же, такая небольшая бытовая зарисовка, но, конечно же, безусловно, чудесный случай. Вот, опять же, когда читала эти воспоминания, они мне немножечко даже уже напоминали жития святых, потому что, ну, настолько необычные происшествия, настолько необычные события, и действительно явное вмешательство Бога, и явная Его помощь вот в такие страшные годы. И, ну, как вы уже поняли, они, помимо интеллигенции, помимо людей, бывших высокого сословия, как граф Алсуфьев, были монашествующие. И вот это еще одна главнейшая составляющая Сергиева Посады. Конечно, о ней тоже надо сказать, потому что в то время это была такая своя потайная жизнь, но открытая, тем не менее, вот для княгини, и тем более ценные ее воспоминания. Ну, здесь, конечно, я хочу тоже обратить ваше внимание на фотографию. Это есть тот самый граф Алсуфьев, который хранил письмо преподобному Серафиму Саровскому. Граф Алсуфьев, будучи потом замученный, новомученик российский, с которым княгиня была знакома. Ну, и здесь действительно очень важно то, что она как-то общалась с разными сословиями и рассказала, оставила свои записки о судьбе монашествующих. И вот здесь, прежде чем рассказать одну, вместе с ней вспомнить одну историю, я хочу обратить внимание на то, что она вот при всей несомненной твердости, очень большой силе духа. Именно, может быть, благодаря этой твердости и силе духа, в ней такое очень бескомпромиссное было отношение с самого начала по отношению к революционным событиям. Она была ярая монархистка, что тоже было совсем не всегда типично для представителей ее сословия. И она была человеком очень церковным, что также не было совсем типично для начала XX века. Совсем не типично. Ну, во всяком случае, и детей своих она так воспитала, что ведь все действительно эти дети ее, они прислуживали в церкви, в алтаре мальчики, даже вот в эти 20-е годы. Но когда начались вот 1917 год и начались все революционные события, она еще в Ярославле была близка с владыками, потому что действительно постоянно участвовала в церковной жизни города Ярославля. И она была одной из первых свидетельниц, как был крестный ход, и на икону чудотворную был повязан красный бант, а на монахе тоже были у них красные ленточки. Она была жутко возмущена этим, пришла к владыке и сказала, что какое безобразие, бог по ругам не бывает. Он ей сказал, что тем самым мы икону охраняем от нападения. И вот дальше она, княгиня Урусова, непримирима. Она во всем не принимает существующий строй, и мы больше дальше тоже об этом будем говорить, уже это более поздние события. Она оказывается в церкви непоминающих и принципиально не ходит в советские храмы. И вот такая ее бескомпромиссность, она, с другой стороны, конечно, была, граничила в определенной степени жестокостью по отношению и к своим близким, которых она осуждала, в частности, свою сестру, а сестра осуждала ее за именно такие вот, за церковное поведение. Но в этом, с другой стороны, было твердое осознание того, что она не может молиться, молиться в церкви, прославляющую власть антирелигиозную. Но вернемся в события 1917 года. Она вспоминает еще в Ярославле, что началось в местах близких ей. Однажды, еще когда-нибудь разграблен дом, а дом у нее стоял как раз на набережной Ярославля, рядом с домом губернатора, где сейчас музей, вот в этот дом постучался распухший, оборванный старикой, попросил, чтобы его приютили. Этот нищий оказался икомином монастыря под Рыбинском. Его выгнали монашествующие братья, которые приняли революционное настроение. И она прятала этого икомина у себя дома. Она вспоминает уже и такое историческое событие, как собор православной церкви, на который был выбран патриарх Тихон, тоже новомученик, исповедник российский. Тогда она его знала лично. И вот здесь тоже ее такие воспоминания, они показывают, как бы действительно показывают нам то, как тяжело человеку в пекле самих событий увидеть истинное лицо другого человека. Она очень тепло пишет о патриархе Тихоне. Очень тепло. Она говорит, что это был человек добрый. Она пишет, я лично была хорошо знакома. Это был добрый, умный, но не сильного духа глава церкви. То есть она вот этого смирения его, этой любви и духа любви, которая из него исходила и давала ему силы на очень мудрые, очень мужественные поступки, она это не смогла увидеть. Но это и понятно. С другой стороны, она была, конечно, человеком все-таки, несмотря на то, что глубокой веры, мирской женщиной. И вот этого она в нем светильника, будущего светильника церкви не увидела. Ну, Татьяна Игоревна, ведь она и сама по характеру женщины очень решительна. Мне кажется, здесь еще это связано с характером. И поэтому она и не принимала свою сестру, которая перешла к другой церкви. Поэтому же она и не понимала патриарха Тихона. Не понимала. Мне кажется, это даже с характером. Несомненно. И она была участницей, она видела, как происходили выборы патриарха Тихона. Потому что ее муж, он был членом собора, причем он был одним таким из значимых членов собора. Ему он должен был потом вести дела церкви экономические. И он ее пригласил, провел на этот собор. Она оставила воспоминания тоже, как патриарх Тихон принимал свой новый сан. Он был в перепосвящении патриарх полбелее снега, сапавшим и исхудавшим за несколько часов лицом. Не пришлось видеться с ним ни один раз и после посвящения. Он стал спокойнее, как и ранее. Отличался в беседах добродушным юмором. Принимал сердечное участие в моем трудном материальном положении. Помогал ей, причем очень деликатно, давая деньги, так деликатно, что она должна была взять эти деньги. Но я вернусь вот к этому ее словам, как он был белее снега. Патриарх понимал, какое наследие он получает. И он понимал, на какой Голгофу его возводит, его будущий, вот этот уже настоящий сан патриарха. И вот это белее снега, то, что она пишет, это было совсем не проявлением нерешительности, робости. А это было, по сути дела, та тихая, очень смиренная, не в лицо бьющая исповедание веры своей и готовность идти вот на ту Голгофу, которую он уже знал, будет уготована не только лично ему, но и русской православной церкви в определенный исторический отрезок времени. Вот здесь, конечно, и восприятие княгинии Руссовой, оно в чем-то действительно очень духовное, в чем-то, ну, это понятно, чисто человеческое, в силу такого бескомпромиссного, решительного, твердого характера. Ну и здесь мне хотелось бы еще остановиться только на одном эпизоде, мне кажется, тоже очень исторически значимым, как произошло, вот это Москва перед выборами патриарха Тихона. Мне посчастливилось быть и видеть посвящение патриарха в Успенском соборе в Кремле. Пропуск был по билетам, и в то время еще можно было через связи достать это право. Большевики еще не вполне владели властью. С вечера стояли мы, человек 300, у закрытых Боровицких ворот ночь была холодная, за стенами Кремля все время жгли красные бенгальские огни и стреляли из винтовок. Картина была мрачная и жуткая. Триконных милиционеры забавлялись тем, что плотно удавили нас крупами лошадей. И тут проходит митрополит Владимир будущий два мученика. Она описывает, как он прошел величественно, спокойно, в белом клубке, опираясь на посох. Милиционеры со смехом толкали его лошадьми, но он шел так же спокойно и так же величественно. Когда она вошла в собор, то она увидела стоящую в углу великую княгиню Елизавету Федоровну, будущую тоже новомученицу. Она хотела ей кивнуть, но дала знак, что ее не узнавала, потому что она хотела быть неузнанной и не была одета в форме своей общины. Вот как эти частные воспоминания перекликаются совершенно с великой судьбой этой женщины оказывается связаны с судьбами других людей. Ну и конечно какое окружение великая княгиня Елизавета Федоровна, патриарх Тихон. Да, близко ей знакомы, с которыми она общается. Люди не просто высокопоставленные, причем и церковные, и светские люди, и близкие к царской семье, но и те люди, которые стали святыми. Ну, в общем-то, надо вернуться к тому, как же жила сама княгиня с детьми в лавре. С работы становилось все хуже и хуже, потому что и ковер, вот тот самый ковер, с которого она все время шила ботинки, он заканчивался. И один раз она вынуждена была послать своих маленьких детей. Девочке было 14 лет, а мальчику только 10 лет. Она на последние деньги купила муки, испекла блины, и она вспоминает то, что для них самих это была роскошь невообразимая. и она им дала только полакомиться, только подразнила их по одному блину и послала их в Москву продавать. И они стояли на Страстном бульваре и продавали блины. И вот, как она вспоминает, сердце могло бы дрогнуть, глядя на тех моих детей, как они стояли. А люди, наоборот, проходили и не только не покупали, но и насмехались. Беспризорные мальчишки, которые, в общем-то, в то время были повсюду в Москве, потому что нищета была кругом, потому что все дома, вот в частности Марфа-Маринская обитель, уже к тому времени не могла так функционировать, как раньше. Дети, эти беспризорные, были, опять же, сами вынуждены кормить себя хоть как-то. Они старались отнять. И она вспоминает, приехали мои дети, голодные, продали только в убыток, а дорога была очень тяжелая, потому что в товарные поезда залезть было вообще невозможно. Люди зверели, чтобы туда попасть, а тут маленькие дети, 14-10 лет. И они приехали, выпили квас и стали со смехом рассказывать о тех, о событиях того дня. Вот одна вот это ее короткое предложение, и стали со смехом рассказывать, уже говорит о том, как же она смела воспитать даже таких маленьких, что вот после всего пережитого, после, в общем-то, сколько надежд возлагалось на эти деньги. Они все равно как-то сумели это все преодолеть. И вот в таких обстоятельствах, когда она уже вынуждена была даже собственных детей посылать хоть как-то зарабатывать деньги, она решила поехать к мужу. К тому времени они не были в разводе, но вместе не жили. Муж был где-то в Ярославле, и как она узнала, он получил, прошу прощения, не в Ярославле, а наоборот, на юге России, она не знала точно в каком городе, но она знала, что он получил довольно хорошее место на железной дороге, что у него есть деньги, и она его разыскала, и она не знала, все-таки эта женщина была от другого воспитания, ни о каких там об элементах речи не шло, и ни о каких судах, конечно, тоже речи не шло. Она не знала, как ей поступить, все-таки попросить для мужа о деньгах для собственных детей, не для нее самой, или нет. И вот в этих раздумьях она решила прийти к московскому старцу, очень известному в то время отцу Алексею Мичеву. Вот сейчас на экранах вы можете видеть ту церковь, в которой служил отец Алексей Мичев, на улице Моросейка, это в самом центре города, она сохранилась и сейчас. Когда она, вот, пожалуйста, вы видите изображение его самого. Когда она пришла к отцу Алексею, она увидела огромную очередь народа. И она ожидала увидеть людей сочувствующих, все-таки они пришли к старцу, она объяснила, что ее ждут дети, что ей необходимо пройти как можно быстрее, чтобы успеть на поезд. И в ответ она услышала барыня. Ты думала, что все как раньше, будешь вперед лезть? Иди-ка в самый зад садись. Вот такой очень грубый ответ от тех людей, в которых она надеялась найти поддержку. Современный ответ. Современный ответ. И она действительно села назад и не сопротивлялась. К ней подходит одна пожилая интеллигентная дама и говорит, что вы к кому пришли? К прозорливцу, если вам действительно надо, он вас из всей толпы первую и вызовет. А толпа была такая, что стояла на несколько этажей. И отец Алексей действительно вызывает ее первую и не благословляет ехать к мужу. И так она ездила к нему три раза и только на третий раз он ее благословил. Когда она приехала к мужу, она поняла почему. Дело в том, что в его доме она увидела людей больных ТИФом. И все жители города были заражены. И конечно же ей ничего не оставалось делать, как только остаться в этом городе. И она сама пишет только молитва отца Алексея спасла моих детей от заразы, а меня от смерти. Потому что сама она все же заразилась ТИФом 21 день, то есть три недели. Она была без сознания. Ну конечно периодически она приходила в себя. Ее девочки были вынуждены отдать все свои вещи, чтобы хоть как-то ее чем-то укрыть, потому что с мужем она уже не жила, они поселились в какой-то лесной избушке заброшенной, опять же, как те заброшенные дома в Сергиевом посаде. Сами они уже спали в чем попало, в каких-то лохмотьях. И врачи говорили, у нее был только шанс один процент. То есть в общем-то она обречена была на смерть. И вот опять же только молитва, только помощь свыше ее тогда спасла. Вновь она сталкивается с такой необыкновенной помощью Бога, необыкновенным каким-то проведением, несмотря на крайнюю степень отчаяния, когда уже действительно человек находится на грани смерти. Ну собственно говоря, о следующем ее периоде жизни уже на юге сможем. Мы будем рассказывать подробнее. Да, ну прежде чем вот я просто хочу еще показать внутреннее бранство храма, который у отца Алексея, который в наши дни не сохранилось, это фотография старого времени, именно туда, куда притекали столбы народа. И вот она была одна из тех, как Лиза уже нам все это рассказала, кто действительно видел и светильника русской церкви, но и некоммунизированного отца Алексея Мичева. А после Москвы она оказалась в этих южных городах и начались те страшные мытарства, которые продолжались не один год, а собственно начиная с 20-х примерно по 36-й год, это все юг России. Юг России, начиная с Владикавказа, и во Владикавказе она тоже встречает людей ей очень близких, которые каким-то образом они друг друга узнают, они друг друга вычисляют и оказывают помощь. Юг России в то время был особым местом, потому что сейчас тоже я покажу фотографию того времени, это и с одной стороны прекрасный климат, и с другой стороны это и места, где по сути дела только что прошли бои, только что менялись красные и белые. С одной стороны туда бежали для того, чтобы выжить не только бывшие сотни людей, а с другой стороны связь была здесь с центром советским, собственно, с красным центром, она была и на местах творилась тоже, может быть, или то же самое, может быть, и хуже, что и в Москве. и вот этот период жизни особый и тоже оставил очень большой след и пересечение судеб в записках книги Нерусовой. Собственно, об этом уже подробно наша следующая передача, посвященная этой теме. Всего доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok